приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и сегодняшнем видео я хочу рассказать о небольших таких своих покупках все покупалось в магазине который относится корпорации эльфа эта продукция и зеленые аптеки и марки fresh juice эльфа фарм выпускает всю эту продукцию и так первое о чем я хочу рассказать это пополнение моих пен для ванн я брала пены которые были конечно же по скидке или те которые были просто лично мне интересны на данный момент первая пена это марка fresh juice крем пена для принятия ванн с увлажняющим молочком папайя и бамбук она идет в такой мягкой упаковке конечно же все вот эти пены я уже раскрутила понюхала потому что интересно какой аромат у той или иной продукции и вот это папа и бамбук действительно вот как нарисована здесь вот такая красивая сочная папайя ну бамбука здесь особо я не слышу потому что бамбука для меня какие-то такие зеленые травянистые ноты здесь в основном такая папайя сочная классная летняя в ванной комнате я еще не тестировала эти пенки поэтому ничего не могу сказать по поводу мыльности аромата ванной комнате но думаю что аромат будет приличным и достойным единственная пена которая пробовала это крем пена для ванн это уже зеленая аптека мелиса и пион вот такой вот тоже красивый бутылёк но это пена для ванн она мне как-то не особо пахнет пионом или мелис или меня какой-то хвойный запах такой хвойный аромат слегка может быть это какая-то цветочность проскакивает эту пену я уже пробовала нужно два колпачка под струей воды использовать и нужно больше наверное пена хорошая не могу сказать что прям супер супер обильная неплохая но правда с течением времени она немножечко спадает спадает но аромат ванной комнате остается на такая смотрите вот на зеленая густая цветная есть такие же пены прозрачные но не почему-то дороже были не знаю почему и так вот такой вот зеленая аптека следующая пена которая мне как-то заинтересовала это fresh juice пена для ванн розовое яблоко и гуава вот так вот она выглядит на такая розовенькая эта пена мне очень понравилась в бутыльке действительно аромат вы знаете вот такие есть розовые сорта яблок они такие сочные какие-то немножечко медовые точно такой аромат вот действительно очень натуральный аромат вот этого яблока насчет гуавы я не знаю как-то гуавы я никогда в живую не видела не не пробовала единственный сок гуавы где-то там когда-то в египте давали то пила но не знаю не особо как-то могу сказать как она по аромату в общем вот эта пена мне по аромату очень понравилась и плюс еще также она шла по скидке довольно таки хорошей и вот сегодня как раз я хочу ее подтестить я не заинтересовал вот так она выглядит далее еще у зеленой аптеки есть вот такие травяной настой для принятия ванн они идут по номерам я взяла вот такой травяной настой для принятия ванн номер один название внимание эротический танец так называется этот настой по тестить я не могла поскольку он был запечатан это я уже дома все раскрыла но я прочитала здесь ароматы которые присутствуют я так понимаю здесь какие-то масла используются и ланг и ланг апельсин жасмин имбирь и розмарин состав я не знаю вот покажу может кому интересно будет здесь девчонки всего 580 миллилитров и это все-таки травяной настой он больше наверно какой-то масляный я так думаю видите он немножко пенится но по ощущениями так попробовал как масло какое-то тоже его буду пробовать не знаю сегодня или завтра поскольку сегодня хочу все-таки гуаву с розовым яблоком попробовать дальше девчонки переходим к остальным частям тела это у нас было все что касается принятия ванны и также также меня заинтересовали вот такие две вещички они у меня уже когда-то давно им давно были это пенки пенки для умывания интимной гигиены пенка для интимной гигиены идет шалфей и лаванда вот такой упаковки и освежающая пенка для умывания с протеина молока и лотоса для чувствительной кожи нежное очищение такими пенками я когда-то давно давно пользовалась но потом перешла на другие то есть для умывания сейчас у меня не вея кто знает какая розовенькая голубенькая а для интимной гигиены классные из пенки ботаник лифт по моему на мейкапе я всегда беру но я всегда беру их со скидкой сейчас как-то вылавливаю вылавливаю скидки на них и как-то не попадаются они мне со скидкой хотя хотя вот эти пенки тоже уже подорожали не могу сказать что вот этот ботаник лифт дороже по скидке то намного дешевле но уже думаю возьму когда там закажу не закажу будет возможность и вот пенка для интимной гигиены шалфей и лаванда аромат очень приятный неплохо пенятся ну по крайней мере раньше но последнее время слышала отзывы что очень плохой вот этот дозатор начинает там барахлить но давно не пользовалась не скажу не скажу вот когда уже может пустых баночках расскажу что к чему и как и для умывания вот такая вот тоже была у меня давно нравилась хорошая и дозатор нормально работал также также очень много там всяких кремчиков для рук для тела разное в общем всего все что хотите первое что меня заинтересовало это вот новая их серия называется на охербал вот так вот она звучит она очень дорогая ну я считаю очень дорого там все идет о пределах 60 гривен там самый маленький тюбик там все остальные 90 и по 200 ну не знаю ну стоит она так прилично как будто бы ну я не знаю тот же например есть вот эти известные кремы для рук напишу название если вспомню таких маленьких тюбиках которые считаются хорошими но очень дорогие и вот эта серия тоже дорогая я так понимаю это номинка написано что 98 процента все натуральное никаких вот парабенов сейчас смотрите вот 0 zero парабены силиконы минеральные масла 98 процента все натурально состав давайте я вам покажу вот состав специально покажу потому что сомневаюсь что я сомневаюсь что там все прям прям супер натуральная вот почитайте может кто в этом больше разбирается я так немножечко конечно заглядываю на составную тоже глицерину это для смягчения масел особо каких-то не вижу но неважно и взяла я вот линден флау вы то есть липа цветок цвет липы думала что будет приятный липовый аромат но вы знаете вот по пришла сразу первый крем который нанесла на руки это был вот этот не могу сказать что классный аромат он какой-то вообще без аромата как для меня что касается но аромат есть присутствует то есть действительно не такой интенсивный как я хотела бы но вот сейчас сижу да действительно есть такой приятненький аромате да я уже хотела раскритиковать вот эти вот кремы должны быть хорошими как бы но еще не знаю нанесла вроде бы неплохо но сказать что прям как-то супер может быть надо пользоваться несколько там дней не знаю для меня вот самый такой сейчас классно это не вея в такой большой железной банке купила как-то в космос по очень-очень выгодной цене еще зимой и вот до сих пор он меня есть вот один такой жирный я его на ночь мажу он классный вот этот буду пробовать но вот эта линейка если у вас есть что-то вот о herbal то напишите пожалуйста стоящее но или нет частности пусть это будут кремчики пусть это будут какие-то тоники для лица вот интересно просто отзывы в этой линейке поскольку раньше ее такой не было кстати кремы там видов их несколько то есть там мало того что отдушки всякие интересные годжи и не роли и и каждый идет для какой-то цели то есть увлажняющий питательные там для молодой кожи и так далее но упаковка мне нравится не за для меня сильно смотрится смотрите классно да вообще интересное ну уже думаю раз пошла такая пьянка то думаю взять еще что-то и вот консультант мне посоветовала для таких сухих рук я поскольку сейчас особенно вот зимой осенью руки сохнут плюс вечно то моешь что санитайзеров вечно эти руки обезвреживаешь так сказать и она мне посоветовала абсолютно дешевый домашний доктор крем для рук уреа пять процентов вот такой вот интенсивный власть интенсивное увлажнение этот я еще не пробовала она сказал что этот крем очень быстро сохнет то есть впитывается я думаю взять на работу чтобы на работе раз раз намазал впитался и чтобы никаких жирных пятен и так далее и так далее если у вас есть и там очень много домашнего доктора этих кремчиков было но взяла этот и также также вот еще один второй еще посоветовала консультант крем для рук 2 кожа для экстремально сухой кожи 3 в 1 то есть здесь и витамин е масло персика облепихи кокоса шима кодами пантенол в общем прям 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 и тоже цена но более чем бюджетная то есть вот эти кремчики вот этот раз 5 дешевле чем вот этот а этот раза 3 дешевле чем вот этот не знаю тоже она советовала здесь уже 100 миллилитров вот так он выглядит тоже еще не тестила но буду пробовать может пустых баночках расскажу также если у вас есть вот такие вот вещички вот вот этих марок да в частности кремы для рук то также напишите свой отзыв как они вам нравятся не нравятся последнее последнее что я хочу показать это мыло для рук у нас семье пользуется и жидким мылом для рук и обязательно должно быть в кусковое поэтому жидкое мыло я как правило беру в вот таких вот больших упаковках и наливаю в дозатор либо беру какой-то гель для душа который мне не понравился надоел или по каким другим либо причинам также наливаю в емкость для жидкого мыла и кусковое мыло если я беру я уже беру так затариваюсь конкретно потому что ну как-то кусковое мыло потому что жидкое мыло ты купил литр да и доливаешь 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 а кусковой купил купил кусочек закончилась опять надо бежать магазин первый раз вот такой вот мыло именно green pharmacy я купила именно в к магазине косма и это было мыло вот вот дамасская роза и это было мыло лаванда дамасская роза это такой приятный действительно розовый аромат здесь написано что шибатор масло ши и этим мылом сейчас я пользуюсь это мне уже 2 упаковочка купила две розы одну лаванду и одна розочка у меня уже в мыльнице во первых что мне нравится что мыло не взмыливается то есть она держит форму нету вот этого эффекта какой-то жабы до которая вот так вот лежит непонятно как и приятный аромат вот дамасская роза действительно вот это шиповник розочка шикарный аромат что касается кожи сушит или не сушит я не могу быть объективной поскольку у нас вода сама по себе такая что даже без мыла мой руки у меня кожа сохнет насчет мыла не знаю но не могу сказать что все что очень сушит после мыла все равно такая кожа рук приятная вот это мыло классное потом взяла еще лаванду лаванда вот такая вот красивая но через упаковку не особо слышу аромат и рисок я уже покупала в магазине вот это фирменом с органовым маслом тоже не слышно через упаковочку но думаю будет приятное также очень интересное мыло это морковка с маслом тыквы такой тоже прикольный аромат через упаковку не знаю как он будет в живую звучать и взяла с маслом миндаля годжи берри то есть ягоды годжи вот так тоже классно ну давайте я вам покажу как она выглядит сейчас распечатаю так вот она выглядит green pharmacy вот такой кусочек ой очень такой приятный немножечко кисловатый аромат как по мне интересный вот так вот такой кусочек вот так выглядит так и две новинки лично для меня это вот very berry марка ну не марка подразделение не знаю как называется поскольку это все вот это эльфа до корпорация эльфа very berry это малинка и этот этот но не и маной ойл вот это мыло мне очень заинтересовало потому что через упаковку даже я слышу такой интересный аромат здесь нарисовано вот что-то такое для меня непонятное что это такое если знаете напишите и сейчас и сейчас я покажу как выглядит вот эта мыльца и вот это мыльца very berry вот так выглядит такое зеленоватое но аромат ну как-то в упаковке он мне интереснее показался тут он такой обычный косметический но еще посмотрим как она будет раскрываться во время мытья рук поскольку сухое мыло пахнет иначе есть же жили вы начинаете мыть руки размыливать мыло и на руках остается немножечко другой аромат вот это very berry и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня получилось о моих покупках компании ну не в компании а продукции компании эльфа это и green pharmacy зеленая аптека и fresh juice не забываем также не забываем подписываться на мой канал чтобы не пропустить новые видео да но она сегодня всем пока пока и до скорых встреч